всем привет есть такая поговорка сам себя не похвалишь никто больше не похвалит вот я начинаю сам себя хвалить ибо сегодня случился релиз виниловой пластинки группы в которой я имею честь играть называется группа гаррина гиперболоиды пластинка называется экстрада пластинка двойная мы решили сразу записать двойной альбом потому что нужно мелочиться мы все люди взрослые вот такой вот разворотик у нас красивый тут я еще без бороды хотя фотографии сделаны недавно сравнительно кроме того здесь есть замечательный плакатик вот такой вот такой вот такой вот такой вот такой вот я себя хвалю таким образом и советую всем присоединиться к моих похвальбе потому что хвалиться есть чем на самом деле очень советую конечно же пластинку приобрести хотя вряд ли мы что-нибудь получим потому что пластинка производстве дико дорогая очень хорошее качество записи это я хвалюсь вы записали хорошо очень хорошее качество звучания винила печатали в германии данный продукт очень хорошее качество бумаги она такая мягкая почти бархатная ну и замечательные песни конечно что тут уж греха таить сначала музыкантах я расскажу алексей рыбин это я алексей смирнов прекрасный вокалист гитарист аранжировщик музыкант с большой буквы на эль кадыров бас-гитара дмитрий горелов известный вам наверное по группе ддт и группе ночные снайперы ударные один из лучших барабанщиков наверное не буду говорить за страну но нашего города однозначно точно совершенно не скажу что лучший но один из лучших это не мое мнение не только мое мнение менее многих уважаемых но и музыкантов и вами тоже кстати говоря николай рубанов коля из аукциона сыграл на саксофоне тут в одной песне и анна аланд спела бэк вокал писали мы в период так называемый многими так сказать уважаемой многих пугающей пандемии которая никакая на самом деле не пандемия была но это отдельный разговор уже ну кто-то сидел дома кто-то выдержал карантин а мы записывали музыку в хорошей студии ничего не боялись и записали отличный альбом я не хвастаюсь это правда он действительно хороший половину пою я половину поэт лёша смирнов потому что мы пошли по пути нормальной рок-группы не такой вот рок-группы где приходит парень с гитарой говорит вот я написал 10 песен давайте мы их сыграем теперь группой и вот как он их написал такие вот ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля так и играет группа вся какой-то нелепый аккомпанемент тяжелый где-то легче, где-то тяжелее, но все играют вот это все равно, ля-ля-ля. А парень, несмотря на то, независимо от того, умеет он петь, не умеет он петь, раз он написал, значит, он и поет. И он и поет чего-то такое, ля-ля-ля-ля-ля свое. А группа вся сзади бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу свое. Вот, мы пошли по другому пути, мы разделили партии, потому что песни написаны с мелодиями вокальными, я имею в виду, что, к сожалению, в русском роке не так часто встречается. встречается, есть очень хорошие, уважаемые мной группы, типа Алиса, например, которые занимаются вокальными партиями. Про разные поп-коллективы я не буду говорить, я их не слушаю, они мне неинтересны, просто от слова вообще неинтересны, совсем неинтересны. Вот, и у нас тоже здесь вокальные партии присутствуют, например, в песне «Движение», которая открывает полотно, эту песню написал я и Наэль Кадыров, а поет ее Леша Смирнов, потому что там нужно петь, там нужно петь, там нужен вокал. Вот она и спета вокалом Леши Смирнова, очень красиво. Там и петли барабанные мы использовали, и синтезаторы, и Леша прекрасное гитарное соло сыграл, помимо того, что замечательно спел. В общем, очень хорошо. Работа не «Волк», следующее полотно – это я уже пою. Там тоже есть вокальная партия, но она не такая сложная, как в «Движении», поэтому я ее осилил. Что-то похожее, с одной стороны, на Джей Джей Кейла, но на самом деле не похоже, потому что просто риф заглавную напоминает песню «Кокейн», но это совсем другая история. Ну, просто так получилось. Вот там и вставлено удивительное саксофонное соло Коли Рубанова, который, признаться, был расстроен после того, как мы записали его соло. Я его пригласил, он пришел со своим саксофоном с третьего дубля или с четвертого, там дублей шесть он делал. Сыграл это соло, потом мы с ним вышли, я его провожаю, я говорю, «Коля, а ты что такой грустный?» Он говорит, «Знаешь, Леша, вот мне так хочется сыграть что-нибудь в духе там Пола Дезмонда, что-нибудь такое красивое, конкретное, а меня зовут играть всякого Орнета Колмана, какой-то бешеный авангард». Ну, здесь нужен был бешеный авангард, он и получился. Вот Коля прекрасно сделал свою работу. Следующий номер – «Песни восточных славян», наша с Наилем песня, которую мы играли много-много раз и много-много лет. Мы ее написали довольно давно, в какие-то глухие 90-е годы. Но она звучит удивительно актуально сейчас, почему-то так получилось. Ну, с песнями такое бывает. Ее тоже поет Лешка Смирнов, потому что там довольно сложно, надо выпивать разные штуки, а в конце он изобразил целый хор Александрова. Напел несколько голосов, сделал такой мощный хор, очень здорово. Здорово. Дальше идет «Бездельник». Наконец-то песня из группы Гаррина «Гиперболоида» первого состава. Ну, мы ее сыграли в сторону «Стоунер». Правда, быстрого. Темп «Бездельника» остался. Да, первый «Бездельник». «Гуляю я, один гуляю». Но по звуку чистый Стоунер в духе группы там Каяс, может быть, получилось. Но весело. Следующее полотно «Я плохой». Это моя песня. Сольная, которую я отдал спеть тоже Леше Смирнову, потому что там нужно очень сильно кричать и очень точно тянуть ноты и подниматься очень высоко. Я так уже не могу в силу просто своих вокальных возможностей. Алеша поднялся высоко-высоко и получилось очень хорошо. Над городом солнце классическая авангардная регги или реггей. Как многие говорят, это мое тоже произведение, которое я и спел замечательно о авангардности психеделической регги. Я вот так сказал, потому что здесь мы все-таки поднапустили психеделического тумана в виде обратной гитарной записи гитарной партии и получилось достаточно психоделично с разными таинственными звуками. Такой хоквинт не хоквинт, но психоделея присутствует. Когда-то ты был битником привет из 81-го года из группы Гарина гиперболоида первого состава. Здесь я попробовал спеть ее так, как будто я пою в группе ACDC и на удивление получилось. Послушайте, оцените сами. Ветер за окном, красивая баллада очень наша с Наилем, мы ее написали тоже много лет назад, поет Лешка Смирнов и генерал Витина песня Вити Цоя, тоже времен Гарина гиперболоида, на самом деле, просто она уже потом ушла в кино и считается, что эта песня уже как бы под маркой кино, на самом деле, это еще из Г и Г из тех времен. Ну, тут мы постарались вспомнить свои любимые группы Кинг Римсон, Раш и всяческие психоделические наслоения. Ну, ближе всего получилось, наверное, к Кинг Римсону. Да простят меня любители Кинг Римсона. Я сам обожаю Кинг Римсон. Конечно, даже близко здесь к Кинг Римсон мы не подошли, даже отдаленно не подошли, но мы все время думали об этой музыке, когда играли, сочиняли вот эту аранжировку, и она получилась достаточно мрачная, гитарная, очень тяжелая, очень психоделичная. А, и здесь использовали мы еще этот самый токбокс гитарный, тоже услышите, что это такое. Если ты рядом, песня, которую мы играли на телевидении в свое время, на первом канале, когда давным-давно. Если будет дождь, песня Майка здесь, которую я спел тоже страшным зверским голосом. Медленная мода, наша песня, чистый панк-рок. Ну, панк-рок не панк-рок, панк-рок формальный, потому что просто быстро и громко гитарно сыграно. Это никакой не панк-рок, это просто такой рок-н-ролл, я бы сказал. Хотя структура не рок-н-ролльная, но рок-н-ролл в общем понятии этого всего. Мне не нравится город Москва из репертуара первого Гарина гиперболоиды. Тоже по-новому аранжированная, мною спетая, с кусочками джаза гитарного внутри, который сыграл Леша Смирнов. Получилось неожиданно, необычно. Просто хочешь ты знать одна из любимых моих песен времен нашей с Виктором Гробертовичем юности, которую мы разделили вокально с Лешей Смирновым и запись получилась по звуку наверное ближе всего к Электриклайд Окестр по крайней мере к Джеффу Лину точно. У вас есть возможность ценить это. Ну и шестиминутное полотно завершает этот альбом, который длится 70 с лишним минут на самом деле. Шестиминутное полотно под названием «Звери». Самая первая песня моя, которую мы играли еще в том составе Галины гиперболоиды. Мы играли с Виктором ее на концертах и она была достаточно коротенькая. Здесь мы сделали ее на 6 минут с развернутым соло на губной гармошке, с психоделическим давлением, которое по нашим предположениям должно слушателя заинтриговать и затянуть его в эту музыку. Возможно так и получится. Ну, в любом случае такая вот грандиозная запись. Я ей чрезвычайно доволен. Я думаю, что и Виктор был бы доволен тоже, потому что мы стремились все-таки к качественному звучанию всегда, а не было возможности такой, не было. Была убогенькая студия Андрея Тропилла, на которой записаны ключевые альбомы, наверное, отечественной рок-музыки. Кино, Алиса, Аквариум, Зоопарк и там много еще кого он писал, я уже не помню, Курехина и много сделано. Ну, в целом, получается здесь из репертуара Гарина Гиперболоиды раз, два, три, четыре, пять песен, пять песен из репертуара Гарина Гиперболоиды и, соответственно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять песен наших и одна песня Майка, если будет дождь. Вот такой комплект. Но все в одном, ну, не то чтобы в одном звуке, но все сыграно группой, которая узнаваема по звуку. Звук меняется, все-таки песни разные по структуре, по эмоциям, по настроению, они разные. Но группа звучит своим звуком, что мне чрезвычайно нравится, что появилось собственное звучание. Это уже много. Режиссер Евгений Туруто, звукорежиссер. Всем рекомендую этого классного парня. Он отличный музыкант, отличный звукорежиссер и умеет писать современную музыку. А эта штука получилась очень современной. Здесь никакой ностальгии нет и близко. Абсолютно современная музыка, современный звук, современная манера пения, современный гитарный звук. Все сложилось и все мне кажется неплохо. В общем, я доволен. А поскольку я доволен, то пойду пить. До новых встреч. Пока.